Дорогие братья и сестры, сегодняшнее воскресенье, оно особенное, называется прощенным воскресеньем. Часто люди задают вопрос, почему перед Великим постом обязательно нужно просить прощения, прощения у близких и не только у близких, а приходится просить прощения в храме у тех людей, с которыми вообще мы не знакомы и не соприкасались. Ответ очень простой. Каждый человек, как пишут отцы церкви, является маленькой клеточкой внутри одного организма. Этот организм называется церковь. И даже этот организм простирается за пределы нашего земного мира. Этот организм простирается в вечность. Церковь состоит из двух частей. Из торжествующей церкви это те святые, которые ныне находятся у Бога там на небе и воинствующие. Это мы, те, кто ведет войну. И вот мы составляем один организм под названием церковь. И поэтому мы все зависимы друг от друга, как клеточки. Если одна клеточка начинает выздоравливать, другой легче. И наоборот, когда болеет, то и другие берут на себя ответственность и нагрузку. И каждый из нас грешит. А грех – это болезнь, которая ослабляет весь организм. И вот мы просим прощения друг у друга. И таким образом совершается оздоровление клеточек, оздоровление организма. Еще хочется привести пример, точнее слова Марка Подвижника, это величайшего святого четвертого столетия, где он пишет, что самая большая награда от Бога тому, кто прощает людей, живущих рядом с Ним. Те, кто Ему причинили какие-то беды, скорби, страдания. Вот с этого начинается пост. Без прощения невозможно очищение от греха, от страстей, от болезней и телесных, и душевных. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал о том, кто Его окружает, и простил тех, кто Ему делал какие-то неприятности. Насколько Он может? А если Он не может, дальше прощать. Пускай просит Бога, Господи, помоги мне, помоги измениться моему сердцу и простить тех людей, которые делали мне зло. Всех вас поздравляю с этим наступающим праздником.